Вы знаете, структура торговли меняется в общем медленно, но здесь важно не то, что медленно, а то, что все-таки меняется. Это ведь не так просто. Объем нашей торговли таков, что она напоминает собой такой своего рода океанский лайнер. И я вспоминаю слова Джека Ма о том, что большой океанский лайнер повернуть довольно трудно. Ну пока действительно где-то около 70% экспорта российских товаров это, как мы говорим, минеральное сырье и топливо. А в основном это все-таки сырая нефть. Не вижу в этом ничего плохого. Коль скоро у нас этот товар есть в большом количестве, а наши китайские партнеры предъявляют спрос на него, то надо расширять поставки. Тем более, что в этом году мы к нефти добавили еще и природный газ. Но задача, как говорят экономисты, диверсификации экспорта России, она, конечно же, стоит перед нами. И те планы, о которых говорил председатель правительства России на первой шанхайской ярмарке, их никто не отменял. Меня, честно говоря, очень радует то, что на второе место в нашей торговле после ресурсов, после топлива и сырья вышли как раз продовольственные и сельскохозяйственные товары. В прошлом году мы уверенно вывели эту товарную группу на второе место. Ну и на подходе инновационная продукция, продукция обрабатывающей промышленности, техника. Во всяком случае, определенные усилия в этом плане делаются. Мы продолжаем реализовывать в Китае крупные проекты, в частности, строительство атомной электростанции. Есть еще целый ряд других проектов. Конечно, несколько затормозились темпы, скажем так, диверсификации торговли по объективным причинам. Но я думаю, что мы наверстаем.